Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника главного управления, начальник управления надзорной деятельности и профилактики работы Желтиков Сергей Михайлович. Здравствуйте! Здравствуйте! Служба пожарного надзора появилась довольно давно. Чем она занимается? 18 июня текущего года Государственный пожарный надзор отметил 91-ю годовщину со дня образования. Точкой отсчета стало утверждение органов власти РСФСР в 1927 году положения Государственным пожарным надзором. За все эти годы пожарный надзор развивался и совершенствовался. В 2001 году Государственная противопожарная служба, в том числе и Государственный пожарный надзор, стали частью МЧС России. История развития и становления Государственного пожарного надзора – это сотни тысяч недопущенных пожаров и десятки тысяч спасенных и сохраненных жизней. Основными задачами, как и прежде, явились – это снижение риска возникновения пожаров, материального ущерба при них, снижение количества гибели на пожарах. В целом, за пять лет по России количество пожаров снижено на 33%, количество гибели людей снижено на 18%, количество травмированных снижено на 23%. Сегодня Государственный пожарный надзор – это мощная и результативная система предупреждений о профилактике пожаров, в том числе и осуществление Государственного надзора в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций. В настоящее время проводится реформа контроля надзорной деятельности, в ходе которой приоритет отдается профилактике, профилактической работе. А вот профилактическая работа, она как проходит? В районах, то есть вы ходите по людям или какие районы в вашем, скажем так, ведомстве? Управление надзорной деятельности осуществляет свою деятельность на всей территории Рязанской области. В управление надзорной деятельности входит аппарат управления, это два отдела и одно отделение, а также 14 отделов надзорной деятельности территориальных подразделений. Общей численностью 53 сотрудника. Почти 70% пожаров или 90% гибели людей происходит в жилом секторе. И это требует от нас активной профилактической работы среди населения. В целях снижения количества пожаров и гибели при них главным управлением осуществляется комплекс надзорно-профилактических мероприятий. Проводятся такие операции, как жилище, сезонные операции, отдых, лето, на которых инспекторы государственного пожарного надзора проводят профилактическую работу. Это в детских оздоровительных лагерях, в образовательных учреждениях, в учреждениях детского дошкольного образования. За истекший период совместно с представителями органов местного управления, полицией, социальных служб населения проведено более 190 тысяч подворовых обходов, в ходе которых населению разъяснены меры пожарной безопасности с раздачей тематических памяток. Вопросы обеспечения пожарной безопасности также рассматриваются нами на заседаниях комиссии по ликвидации и предупреждению учреждениях ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на различных уровнях. Это сельские комиссии, районные, областная комиссии. Организовано информирование населения о мерах пожарной безопасности путем размещения информации на сайте главного управления, на сайте администрации районов, а также в местах массового скопления людей. Также ежедневно на жидкокристаллических экранах на центральных улицах и площадях города Рязани транслируются ролики социальной рекламы МЧС России, осуществляются выступления в крупных торговых и торгово-развлекательных центрах, в эфирах радиоканалов и телекомпаний. То есть понятно, что беду лучше предотвратить, но иногда пожары, конечно же, возникают. А вот как-то меняется профилактика после того, как пожар случится? Да, несомненно. По каждому факту пожара с гибелью людей проводится дополнительная профилактическая работа, которая направлена на исключение аналогичных трагических последствий. Совместно мы, опять же, с представителями органов местного управления, с представителями уличных комитетов, со старостами сельских населенных пунктов проводим собрания, сходы граждан по квартирной и подворовой обходы, в ходе которых проводим профилактическую работу. Также работу проводим в рамках заседания комиссии по предупреждению ликвидации, чрезвычайных снаций и обеспечению пожарной безопасности, где выносится решение по дополнительной профилактике пожаров. А вообще, вот какова статистика пожаров за, наверное, прошедший и текущий год? Если говорить за прошедший год, то на территории Рязанской области в 2017 году произошло 880 пожаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 920 пожаров, снижение на 12,2%. Количество погибших при пожарах людей составило 53 человека. Аналогичный период прошлого года – 78, снижение на 31,2%. И количество травмированных – 82, аналогичный период прошлого года – 81. Здесь превышение на 1,2%. Что касается текущего года, то на сегодняшний момент у нас произошло на территории Рязанской области 555 пожаров на прежнем уровне, по сравнению с прошлым годом, на которых погибло 41 человек. Здесь превышение – в прошлом году у нас 34, за этот же период погибло. И травмированных – 49 человек тоже на прежнем уровне с прошлым годом. А вот причина этих пожаров – это какой-то человеческий фактор или какой-то технический, скажем так? В основном все пожары происходят в жилом секторе, и причиной этих пожаров является человеческий фактор. Причина пожаров здесь в основном – это электротехнические, далее неосторожное обращение с огнем, неосторожное обращение с огнем при курении, неправильная эксплуатация электронегревательных приборов, печей, есть поджоги, неправильная эксплуатация транспортных средств. Это основные причины, основные объекты, на которых проходит пожар, и причина пожаров. Но вот профилактика, она нацелена вот именно на эти факторы или как, или чуть шире? Профилактика нацелена и на эти факторы чуть шире, потому что элементарно соблюдать правила безопасности пожарной доносится путем информации в средствах массовой информации, путем доведения до граждан на сходах, на собраниях, как я уже ранее сказал. Вы проводите профилактику только в жилом секторе или в каких-то еще офисных помещениях? Конечно, наше основное внимание нацелено на жилой сектор, потому что, как я уже сказал, здесь происходит наибольшее количество пожаров, гибель людей и травмирование людей. Но, тем не менее, в рамках надзорных мероприятий сотрудниками Госпошнадзора проводится профилактика также в крупных торговых развлекательных центрах, торговых центрах, на объектах образования, на объектах здравоохранения, на объектах социальной защиты населения, административных зданиях, там же как раз, где и офисы есть. Нередко сами руководители приглашают наших сотрудников провести профилактическое мероприятие. Кроме того, заинтересованными министерствами и ведомственными правительствами Трязанской области мы разрабатываем совместные планы, согласно которых проводим профилактическую работу на территории области. А вот чем-то проверка в жилом секторе от проверки в офисных помещениях отличается или нет? Да, конечно, проверка жилого сектора, если это индивидуальное жилье, то требований к индивидуальному жилью, скажем так, отсутствуют. Проверка индивидуального жилого сектора нам не проводится, только профилактическая работа. А что касается проведения надзорных мероприятий и контроля на объектах, скажем так, офисных зданий, то тут предъявляются требования в соответствии с федеральным законом 123-й технических регламентов о требованиях пожарной безопасности, а также с другими нормативными документами пожарной безопасности, где конкретно для каждого здания прописаны те или другие нормы. Это для офисных одни нормы, для общественных зданий другие, для многоквартирных жилых домов третьи, для производственных четвертые и так далее. Вот такой вопрос. Вот сейчас одна из таких самых громких новостей – это проверка торговых центров. То есть, получается, ваше ведомство этим занимается. Можете вот об этом немного рассказать? Да, с апреля месяца текущего года, включительно по июль, проходили проверки торговых центров и торгово-развлекательных центров на территории области, как по поручению прокуратуры области, так и по поручению правительства Российской Федерации, внепланной проверки, где также, кроме надзорных мероприятий, проводилась профилактическая работа. Это отрабатывались действия в случае пожара, по эвакуации людей, проводились консультации, инструктажи должностных лиц. Но по проведению проверок предъявлялись все те требования, которые определены теми документами, которые я ранее назвал. Основное внимание было обращено на работоспособность системы противопожарной защиты. К ним относится система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения людей. О пожаре, дымоудалении, предъявлялись требования к путям эвакуации, к выводу сигнала 0-1 на помещение подразделения пожарной охраны без участия персонала. Вот, в принципе, те самые мероприятия, которые обеспечивают безопасное пребывание и безопасную эвакуацию людей. А вот немножко об итогах проверки можете сказать, может быть, не называя торговых центров, то есть много ли было ошибок и были ли какие-то торговые центры, в которых не было нарушений? Такие торговые центры, конечно, были, где не было нарушений, но в основном все торговые центры или торгово-развлекательные центры имели нарушения. Эти нарушения были предъявлены собственникам объектов или организациям, которые их эксплуатируют. Но в настоящий момент практически все торговые центры устранили те предъявленные нарушения, которые были в ходе проверок. Проверок было более 250 где-то и порядка, наверное, более тысячи нарушений было выявлено на этих объектах. Все, скажем так, устранены в законные сроки, которые предъявлялись по решению судов. Возвращаясь к теме жилых секторов, вот как вы сказали, часто приходится делать проверку именно в них, а там встречаются как и пожилые люди, так и одинокие люди. Вот приходится ли совмещать как-то социальную работу и профессиональную? Посещение семей, отнесенных к группам риска, это пенсионеры, инвалиды, у нас проводится на постоянной регулярной основе. Но тут стоит отметить, что работу проводим мы совместно и с органами соцзащиты, и с органами полиции, добровольцами, старостами населенных пунктов. При посещении таких мест мы особое внимание обращаем на соблюдение элементарных мер пожарной безопасности. Это запрет курения в постели, это исправные состояния системы отопления печи, системы электроснабжения, чтобы исключить перегрузки электросетей. Также уделяем внимание исключению случаев оставления детей без присплотности старших. Вот сейчас у нас идет пожароопасный период, может быть, какие-то советы скажете нашим телезрителям? Да, с учетом пожароопасного периода есть большой риск возникновения пожаров в лесах. И виновником пожара в лесах является сам человек, то есть его пренебрежение с огнем, на отдыхе, в работе. Это и касается и сельскохозяйственных палов, и сжигания мусора. Это, значит, отдых на природе, когда мы собираем грибы, ягоды. Это во время охоты. Даже вот, скажем так, банально, мы все видим, что у нас леса иногда бывают завалены какими-то банками, бутылками, осколками стекла. И вот банально, те же самые осколки стекла могут при хорошем, сильном, прямом солнечном свете казаться излучительной линзой, которая может, скажем так, привести к возгоранию. В этом случае также непотушенный костер может являться причиной пожара. И поэтому здесь совет – это соблюдение элементарных правил пожарной безопасности. Есть за нарушение требований пожарной безопасности ответственность, как дисциплинарная, административная, уголовная, в зависимости от того, какой характер нарушения, какие последствия привел. Поэтому люди должны это понимать. Ну, а те, кто обнаружил очаг возгорания, необходимо немедленно сообщить по телефону 01 в подразделении пожарной охраны, либо по мобильному 101. Сергей Михайлович, спасибо, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!